Приветствую вас, Елена. Я думаю, что вы позволяете мужчине пользоваться собой, вы позволяете мужчине использовать себя. Я думаю, что ваша влюбленность, равно как и связь этой влюбленности с отсутствием. Таких вот болезней, которые у вас имеют место быть с отсутствием заболеваний, которые у вас имеют место быть связано с тем, что с этим мужчиной вы нашли себя, с этим мужчиной вы нашли то, чего вам не хватало и, соответственно, сейчас вы за это будете. Другой вопрос, что, вы понимаете, какая история, другой вопрос, что с этим мужчиной, если вы нашли то, что вам нужно было. Другой вопрос, тот факт, что вы это нашли, к сожалению, не означает, что вы решили свои проблемы. Наоборот, вы свои проблемы как раз таки не решили и не решите таким образом. Вот. Потому что так проблематика не решается. Так проблемы не решаются. Вот. Я имею ввиду проблемы с, ну вот те проблемы, которые есть у вас так и не так не решаются. Понимаете? Вот. То есть, проблема-то на самом деле, она более глубокая, она в том, что вы, вроде как, хотите отношения, ну построить отношения. И в то же время вас этого сделать не получать. Вот. И все не ваше, и для мужчин вы притягательно, а вот в одного мужчину влюбились. Вот. Ну, кого вы влюбились и что именно такое, что представляет из себя? Ваша любовь, да? Вот, точнее вот, ну любовь, да, влюбленность к мужчине. Это очень большой вопрос, что именно представляет из себя ваша влюбленность. Какую она, влюбленность ваша, имеет направленность. Вот. Это очень важный момент, потому что напрямую влияет на то, как вы, например, себя относитесь, например, как вы. себя воспринимаете. И так далее. Крайне это важные элементы. Крайне это важный момент. Вот. Я надеюсь, что на это вы обратите свое внимание. Ну, что сказать еще. Пожалуй, можно сказать, что вы находитесь в треугольнике Кёрпмана. Потому что есть вот мужчина, ну, грубо говоря, да, есть мужчина, который должен вас спасти от ваших проблем, от болезни. Кстати, бессонница и тадалис, это может быть связано с вашими страхами, с вашей тревожностью, с тревожностью. Вот. И так далее. А может быть проблема в чем-то еще. Вот. Ну, так или иначе. Тут нужно, так или иначе, смотреть. Да. Смотреть на то, что, ну, на анализ вашей жизни. Разбрасывать. Разбрасывать, выяснять ваши проблемы. Вот. Вот. Работать с вами. Разговаривать. Заниматься психотерапевт. Вот. И так далее. Ну, а ключиком, вот, на мой взгляд, если вот сказать, да, ну, какой, может быть, ключик-ключик к, ну, к пониманию вашей ситуации. Вот. Вот. Какой ключик к пониманию ваших трудностей, может быть. Это те переживания ваши. Эм, те чувства ваши. Которые вы сейчас ощущаете. То, что вы сейчас вот чувствуете. То, что вы сейчас ощущаете. Вот. Эм. Ну, болезнь, болезненность, да. Которую вы ощущаете. Вот. Эм. Это вот то, что нужно разобрать. И за этим проследить. Проследить. Возможно. Возможно за этим проследить. Проследить. Вот. Что именно вы теряете. Из-за чего именно у вас истерика. Да. Какие чувства вы испытываете. Эм. С чем связаны эти чувства. Все. И так далее. То есть все это вот как раз как раз нужно проанализировать. Вам проследить за этим. Научить вас прислушиваться к чувствам. И... Во-первых. Проследить их. А во-вторых. Позволять им. Чувствам. Я имею ввиду. Эм. Ну, как-то вот. Направлять может быть. Эм. Да. Более, так сказать, конструктивное русло. Да. Вот. Ну, я могу сказать, наверное, немного банальную вещь. Эм. Сейчас. Что, на мой взгляд, тяготеет его к отцу. Вот. Такой отцовской фигуры, я бы сказал. Да. И... Эм. Собственно... Такая вот отцовская фигура, она... Может вполне... Эм. Ну, тяготение к отцовской фигуре вполне может... Эм. Обуславливать то, что... Вы не воспринимаете своих мужчин ровесников, что они для вас. Вот. Слишком... Незрелые. Вот. А сами вы... Эм. Своим... Чувствам... Эм. Выражаться вот... Так вот... Эм. Мм. Корректно, конструктивно вы не даете. Вот. Ну, опять же, это... Чисто... Мое мнение. В данном случае моя позиция. Вот. Я... Понимаю, что могу ошибаться, конечно. Вот. Давайте немножко... Сейчас... Эм... По тексту вашим пройдемся. И так. Эм. Меня зовут Елена. Елена, мне 33. Такое для вас значение имеет возраст. Встречаюсь с человеком на 11 лет старше себя, женатом. Это, соответственно, существует проблема самооценки и подсознательный страх близости и страх создания семьи. Вот. Тут нужно анализировать детско-родительские отношения, как у родителей складывались отношения в семье. Вот. Знакомые лет 17. По поводу чего? Что вас обвиняла? Постоянно сталкивала судьба. Смотрите. По судьбе. Это такая вот история про перекладывание ответственности. Вот. Как мне кажется, как мне кажется, про перекладывание ответственности. Вот. Ну, что значит? Судьба, да? То есть, судьба. А вы, ну, ваше участие, где, если оно, да? То есть, вот опять же, если мы говорим про... в футболе это получается, что у вас, как бы, вот, в своей воле, да и нет, вот, ну, я думаю, я думаю, что, вряд ли, сильно вряд ли, это то, что является, ну, такой вот, истинной, отражающей реальности, я сильно об этом сомневался, в покойной мере мне не хотел, чтобы это правда, да, что вот судьба, что всё это не зависит от человека, вот, ну, а вы перекладываете ответ на судьбовку на судьбе, вот, а в данном случае, как бы, это не судьба вас, так вот, как я думаю, а это вам, вот, хотелось, стянуло вас к мужчине, вот, и, соответственно, ну, стянуло вас к нему, вот вы и, значит, с ним, ну, в отношениях, поэтому, вот, то есть тут, ну, в какой-то степени, всё, я бы сказал, очевидно, в какой-то степени, я бы сказал, всё, просто, вот, ничего здесь, эм, такого вот, сверх, ну, сверх кардинального, да, кардинального здесь ничего нет, на мой взгляд, вот, поэтому, идем дальше, идем дальше, идем дальше, как-то не получалось, ну, что это значит, вот год назад случайно встретилась, опять же, случайно, да, то есть, так не бывает, я очень сильно болел, заболел в 17-м году в бессоннице, тяжелой формой, по 4 дня не спала, никто не мог помыть, врачи, массаживаются, депрессионаты, и так далее, не помогали, начали, она обещалась, она просто ни для чего, в жизни всё было хорошо, ну, я уверен, что, я уверен, что, если проанализироваться, ну, вот, ситуации, да, то, выяснится, что не всё, там, так вот, хорошо как, кажется, на первый взгляд, вот, выяснится, что не всё так здорово, как, на первый взгляд, то есть, выяснится, что какие-то трудности и проблемы у вас всё же были, вот. Другой вопрос, даёте ли вы в них, в этом себе отчёт, вот, другой, это уже другой совсем вопрос, тоже совсем другая история, вот, но то, что бессонница не возникает, вот, на ровном месте, да, то, что у этого всегда есть какие-то сложности, не теряет какие-то причины, основания, это факт, вот, и, как бы, из-за ничего, из-за ничего, из-за ничего, не возникает, не возникает, правда, автоматика штука, вот, поэтому я надеюсь только здесь, что вы всё-таки найдёте возможность хотя бы поговорить с психологом, потому что из вашего текста непонятно, занимались ли вы психотерапией или нет, вот, непонятно, работали ли вы, ну, в этом направлении, вот, ну, если не работали, если не работали, то необходимо, необходимо, необходимо поработать, необходимо разобраться, потому что бессонница, ну, просто так не приходит, вот, всё очень похоже это на психосоматику, вот, тем более, что помочь вам, как вы говорите, не могу, не могу, врач. Идем дальше, так, значит, началась она просто так, сначала был сбой, так, в тяжёлую форму перешёл, ну, тут опять же есть некоторый элемент такой, отсутствие заботы о себе, то есть вы вот, ну, да, не заботится. Самое удивительное, у молодого человека тоже жена жила в 2019 году, по два дня не спал, на этом и сошлись, ну, то есть сошлись на несчастье, на несчастье. Не брал, что женат, а женился в 2017 году, но живут давно в гражданском браке, ему пришлось 19 лет, отношения с некоторыми русскими, что ли, откуда вы это знаете? Он имел всегда женщин на стороне, она об этом знала, детей у них нет, вот, это такие вот созависимые отношения, да. Вот, он рассказывает, он решил завязать женщинами и женился, ну, и жениться, ну, какое-то странное довольно завязывание, не считаете ли вы, то есть, женщинами решил, значит, завязать, да, но при этом как-то в отношениях, при этом жене странно изменял, то есть, ну, ну, просто не считаете ли вы это несколько странно, вот, то есть, ну, на мой взгляд, он, может быть, тишинился, да, но, как бы, если изменял, то измена, измена так просто не пройдет без корректировки и гармонизации отношений, отношений, вот. И, опять же, вы здесь, вот, такое ощущение, да, что, вот, принимаете его позицию, принимаете то, что он женат, вот, позволяете, и позволяете, как бы, себе вступить в эти, вот, отношения. Дальше, значит, вот мы встретились, он меня не открывает, ходим спокойно по улице, мечта разные, я хочу открываться, он сказал в этом вскоре, узнала его жена про нас, люди рассказали, наверное, у него было переживание, все-таки это брак, а потом, может быть, приняла ситуацию, а вы тоже приняли ситуацию, что у него, вот, есть, другая женщина, получается. Дальше, постоянно с ним на связи, я могу постоянно делаться в любое время, женя при нас есть девочка, у него сейчас вообще ситуация топовая, вон, с мальчиком, все-таки рядом с собой, не специально, так обычно, но, опять же, вот, не знаю, замечаете ли вы или нет, очень много у вас случайностей, вот, очень много у вас случайностей, то есть, вот, прям, это случайно, то есть, все как будто от вас, вот, не зависит, понимаете? Во-первых, вы позволяете женатому мужчине снимать вам квартиру, это первое, да, вы позволяете. Второе, это то, что, ну, если вы, например, считаете для себя, неприемлемым тот факт, что с ним рядом, то, ну, наверное, ему об этом нужно сказать, вот, а вы говорите, что это случайно получилось. В-пять субоскресенье со мной с ночевками, жена тоже женат, жена тоже признается, с сынья ночью по четверке с женой, при этом, как раз не проводит время со мной по пять-шесть часов, когда со мной, когда со мной с женой не связывается ни со зоней, это только по делу. Ну, вы знаете, я буду с вами чистен, да, в общем, похоже на то, что мужчина просто хочет нескольких женщин, вот, очень на это, честно говоря, похоже, вот, просто, что мужчина хочет нескольких женщин, потому что ему вот жена надоела, ну, как надоела, не надоела, вот, в прямом, таком смысле, что надоела, надоела, а, просто, вот, в плане того, что, ну, одной женщине мало, да, нужно, нужно вот, ну, нужно вот еще, вот, и, собственно, это еще он и реализовывает, на мой взгляд, и реализовывает, ну, в общем-то, довольно успешно, как мне кажется, вот, вот на что это, честно говоря, похоже, вот. Мне очень жаль, что я вам это говорю, мне бы, ну, не хотелось, конечно, вам договорить, но похоже просто, что мужчина, вот он такой, хочет, по сути, две семьи создать, вот. Ну, а дальше, забегая вперед, я хочу сказать, что у человека имеет место быть гипертрофированное чувство вины, да, имеет место быть гипертрофированное чувство вины и ответственности, вот. Я боюсь, что такой человек, кстати, собственно, он уже вас контролирует, он уже ограничивает вас, хотя себе позволяет многие вещи, многие вещи ваты, по сути, он запрещает вам быть с кем-то, а он сам при этом, как бы, встречает, ну, взаимодействует со своей женой, вот. То есть это все, конечно, история про, вот именно, вот, полигон, полигонные отношения. Дальше, значит, говорит, любит, я его люблю, девятер была одна. Почему? У меня были просто отношения 6 лет, после расставательного номера, тяжело переживало все. Что именно все? Во-первых, что именно все вы переживали, да, во-вторых, ну, здесь не совсем понятно, опустили ли вы, ну, как бы, потерю того мужчины, да, то есть, ну, пережили ли вы. А вот, если нет, если не пережили, то вам, скорее всего, нужна помощь в этом, и вас это еще до сих пор травмирует, возможно, вы себя наказываете. Вот, опять же, отношения, в которых при расставании партнер умирает, да, но не очень понятно, правда, от чего, в данном случае он умер, но, тем не менее, если человек умирает, то это, я бы сказал, не совсем здоровые отношения, и, соответственно, вы выбираете, ну, выбираете себе такого вот мужчину, да, то есть, ну, совсем здорового, психологически устойчивого, ну, вот, это тоже вопросы к вам, вот, ну, к сожалению, это тоже вопросы, как бы, к вам, вот. Поэтому, на мой взгляд, вот, с этим нужно разбираться, на мой взгляд, это нужно прорабатывать, на мой взгляд, это нужно исследовать, вот, на мой взгляд, это нужно, ну, смотреть, чтобы вас это не беспокоило, например, вот, чтобы вас это не волновало, чтобы вы, как-то вот, ну, значит, ну, тут нужна комплексная, в общем, работа, потому что, пока непонятно, как вы, пережили, вот, смерть, значит, человека, да, и, если бы вы говорите, что тяжело переживать, я переживал, непонятно, пережили ли, вот, непонятно, пережили ли вообще. Дальше, значит, так, за девять лет были пара романов, но мне не понравилось, не моё. Ну, опять же, что значит роман, да, как вы устраивали отношения, что значит не важно, то есть тоже, знаете, девять лет была одна, но, опять же, непонятно, что вы имеете ввиду, вот, хотя, довольно, эм, эм, довольно дематичная, эм, довольно дематичная, высокая спортивная для мужчин-престегатель, на улицу специально подходят, и мужским вниманием не обделено, ну, всё как-то не моё. Ну, понимаете, здесь момент в том, что, эм, не совсем понятны, эм, основания, на которых, на которых вы выстраиваете отношения, да, то есть что это за основания? Эм, основания чего вы выстраиваете отношения, что, эм, что вас связывает с мужчинами, с которыми вы выстраиваете свои отношения, что между вами общего, и есть ли, эм, что-то вот между вами, между вами, общего, если есть, то что это, что это, общество, эм, вот, потому что, человек это не вещь, эм, чтобы быть ваш, вашим, например, или не вашим, эм, вот, человек это всё-таки, эм, такая более, э, ну, более деликатная, наверное, э, способность, э, более деликатная, ценность, извините, э, вот, и, э, как мне кажется, э, вы здесь, э, э, не совсем, э, корректно, э, как бы, ну, говорите про, э, про мужчин, э, про мужчин, вот, и не совсем понятно, что вы, э, имеете в виду, говоря, что это не ваш, вот, э, свою привлекательность вы сводите к внешней, к внешности свою ценность, вы сводите к физическим, э, параметрам, э, вот, э, что ваша, что не ваша, вы не говорите, что мотивировало вас, э, например, быть в отношениях, если это не ваша, вы тоже, э, э, не, поясняете, вот, так, что здесь все довольно-таки, скажем так, туман, да, вот, э, хотя и очень, очень этот момент, вау. Э, дальше, значит, э, так, э, на улице, так, э, в этого влюбилась, что значит, какая направленность, какой вектор влюбленности нужно преследовать, э, э, поясняться прошла, мне помогала, потом были депрессии, тоже мне помогала, ну, э, помните, здесь, э, момент, э, дело в том, что депрессия это заболевание, и вам не мужчина должен помогать, а врач, профессиональный врач, э, если это болезнь, либо психолог, если это депрессивное состояние, вот, и были же эти депрессии у вас, откуда вы знаете, что это была депрессия, то есть не совсем здесь понятно, то есть, видите, вы, как будто бы не до конца, э, осознаете то, что с вами происходит, и, э, э, ну, какой именно опыт, например, вы получаете, вот, как будто бы вы не совсем, это, э, как будто бы вы это не совсем для себя, э, осознаете, вот, а это, это всё важно, это напрямую, как бы, вот, влияет на, на вас, да. Дальше, э, значит, так, во время бессонницы я подселил на алкоголь, например, 2-3 раза в месяц, то есть со мной боролся, ну, такое ощущение, да, вот, э, в контексте всего остального, что человек просто, э, вас, э, пытался сделать, э, той, той, а какой вы, вот, ну, были ему нужны, э, вот, дальше, э, 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 так, э, сейчас не, не пью, с ним, у меня прошла одна больночка, хотела отметить, кого, чтобы сильные уколы не могла без них, ну, про больночку вы не говорите, но разрешение очевидно, что вы описываете психосоматику, он вам это закрывает, но проблема ваша лично это не решает, не, не решает, длилось это 16 лет, не прекратилось, не знаю почему, но психосоматику, то есть вот вы, мне кажется, склонны к мистификации, про будущее с ним разговаривали, он говорил, э, он говорил, э, всегда время покажет, что это значит, он говорит, он говорил всегда, ты не готова, готова на что, чтобы я захотел поменять свою жизнь, ты должна поменяться, но это манипуляция, я вот, не знаю, дает ли вы себе отчет об этом или нет, но это, вот такая вот махровая манипуляция и стремление вас себе вот починить, вот, ага, вот такой, такой, к сожалению, элемент здесь присутствует. Дальше, вроде как пошла на это, на что, плюс он говорит, чтобы дома было в ноль-ноль, он меня контролирует, чтобы я имел связь, параллели, это даже не обсуждается, ну, опять же, э, это, э, манипуляция, это, не забота о вас, э, был разговор про детей, я говорю, а вдруг получат захлажденные дети, для меня будет предательство, ты еще не определился обалдеть, и он сказал, что это не предательство, что его жена тоже человек хочет детей, и меня это не касается, мне тоже мог бы дети, он давно хотел их, их. Ну, вот, собственно, все, как бы здесь все очевидно, мужчина раскрывает свои карты, да, он говорит откровенно, откровенно говорит о том, что и вы, и его жена для него имеет значение, и, соответственно, он хочет, он не собирается оставаться ни с ней, ни с вами, вот. И все, как бы, это позиция мужчины про несколько женщин, это, безусловно, его право, но вам нужно для себя решить, согласны ли вы, потому что мужчина не в том возрасте, чтобы, вот, как-то, вот, ну, кардинально менять свою позицию. Вот. Дальше он говорит про жену, так, он говорит, не будет, если, вот, чувствую, винный гибрадуэстин, вот, я говорил, как-нибудь и не смогу, так быть, постоянно мне чувствую, не смогу делить себя с кем-то с кем-то долгие годы. Он говорит, значит, брось за любви, рядом всегда, на то, что это, опять же, по сути, такое, вот, потребительское отношение к вам, к сожалению. Вот. Нас уверено, что именно будущее не планировал, короче, а будущее не планировал. Так это от вас зависит то, что вы перекладываете ответственность за будущее на человека, вот, то, что вы зависите от него. Вот такой вопрос о том, почему вы были одна, потому что вам нужны серьезные отношения с человеком, которые, вот, за которым, будет вас защищать, вот. А почему вы нуждаетесь в защите, это большой вопрос. Дальше. Истерика у меня полтора сутки, не знаю, что делать, что делать, как быть. Ну, понимаете, эм, Елена, какая здесь история. Эм, психологи не дают советов, вот. А, и что делать, как быть, мы тоже не знаем. Эм, вычеркнуть его у вас не получится, как и забыть, а вот поработать над собой, пройти курс психотерапии, вполне можете, эээ, вполне можете. Вот. Помогите разобраться, как быть, он говорит, не вещей остаться, спеши, 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 с ошибками в настройстве, извините себя. Вот. Ну, в принципе, ваше состояние понять можно, но, в целом, нужно разбираться с вашими страхами, которые у вас вне всякого сомнения есть, и которые, на мой взгляд, являются одним из обесценивающих факторов вашего, эээ, психологического, так сказать, тела. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго и удачи!